Я из Армении, из города Абувьяна. Меня зовут Нурайр Авакян. Половину жизни провел в России на заработки. Поехал. Вот и вся моя жизнь. Закончил среднюю школу. Больше никуда не поступал. Занимался мебельщиком по профессии. Вот около 13 лет занимаюсь по производству мебели. И вот началась война ровно год назад. Я поехал туда. Почему поехал? Потому что я не мог видеть, как ребята 18, 19, 20 лет погибают просто так. А чтобы я остался на стороне, нельзя было. В первую очередь это чтобы им помогать, чтобы быть рядом с ними. Как-нибудь получится, хотя бы даже если одного человека помогать, спасать каким-то образом. Это уже на того стоит. Стараться спасать. Не то, что я не боевик, не воевать, не драться. Нет. Мне дорога моя земля. Очень дорога. Каждый камень, каждая гора. Мне дорога каждый ребенок 18-19 лет. Это когда очень веками просто там в одном месте живет твой народ. У тебя хочешь, не хочешь, как тебе сказать, она очень, очень дорога к тебе. И у тебя ген связан, понимаешь? У тебя кровь связана с этим, с этой землей. Вот поэтому и пошел. Ну, пошел, был на войне. Ну и 6 ноября от пулевого ранения в позвоночнике. 4-5 часов приблизительно я раненым был. Потом на спецтехнике, на этом, на танки приехали спасать меня. И там очень много людей там погибло, потому что нельзя было просто скорая помощь. Не доехала туда, потому что там стреляли сильно. Очень много ребят от потери крови умерли. И мне повезло, что у меня кровоточение не было сильным. Ну, после ранения меня отправили в больницу. Сначала на горный Карабах. Первую помощь сделали и отправили в Ереван. В больницу. Ну, там делали операции и так далее. Там пулю сняли из позвоночника. Короче, ноги я не чувствую. И вот живота пониже не чувствую. Вот 6 месяцев я провел в больнице. После больницы я в реабилитационный центр поехал. Еще несколько месяцев, месяцев три, три с половиной был в реабилитационном центре. Там занимался, тренировался, чтобы максимум быть самостоятельным. И все, и приехал домой и думаю о будущем. Хочется чем-нибудь заниматься, не знаю, о многом думаю. Может быть, если дай бог получится, свой бизнес открою. Открою. Ну, до этого так буду жить на компьютере. Сейчас буду учиться. Потому что физически я не могу работать и мне придется пока что работать на компьютере. Ну, государство 10 миллионов отдал, чтобы там жизнь стала получше. И, естественно, там пенсия. Плюс пенсия получаю. Реабилитационный центр тоже было бесплатно. Бесплатно было и в больнице. Я ни копейки не тратил. Ни там, ни там. Все это самостоятельно. Виновен, ну, почти все, не знаю. Виновны наши отцы то, что в свое время не закончили свое дело до конца. Когда мы тогда выигрывали в 90-х годах, когда у нас была война, мы выигрывали. Мы могли заставить их делать так, как нам удобно. Мы не стали заставить. И это со временем пошел. Виновны все и президенты, и все, кто был в правительстве до сих пор. То, что не думали, или плохо думали, или мало думали, мало делали для защиты страны. А если нет защиты страны, не может быть экономика, ничего, все это остальное ерунда. У всех есть своя доля виновности. Может быть, у меня своя вина не делал настолько, насколько смог. У тех, кто не пошел воевать. У тех, кто, я не знаю, там, мог деньгами помогать, не помогал, там, я не знаю, там, оружие покупать правильные. Турецкие войска здесь воевали против нас, против армян. И не только турецкие войска. И Израиль продавал оружие азербайджанцам, знает для чего. Потому что это деньги. Жизнь людей нет. Неинтересно, вообще неинтересно, там, жизнь одного человека. Вот считаем, вот у нас столько там погибших, там, 6 тысяч, 5 тысяч, 10 тысяч и так далее, там, цифры считаем. Очень много сейчас в плену, и они торгуют им. Вот эта земля отдашь, эту карту отдашь, вот тебе отдадим. А где европейские страны, где европейская, не знаю, справедливость, да, там, вот, права человека, там. Всю Европа, кто не видит, кто не знает, уже год прошел. Отпускать одного человека, двух, троих людей, там, за эту карту, минной карты, еще что-то там. Да, они воевали, они выиграли. Не могу спорить. Но это моя земля. В любом случае. В любом случае, не имеет значения, 10, 20, 30 тысяч лет пройдет, это моя земля. Это их не становится после этого, там. Кто-то считает, после 100 лет, когда живут, там, уже это их земля, или еще что-то. Нет. Это родовая моя земля. Нагорный Карабах, все ищущие и гадрюд. Если чуть-чуть подальше пойдем, уже, может быть, и весь Азербайджан, и половина Турция. Это вся моя родная земля, понимаешь? Это когда вот сейчас я в моем доме, у меня сосед сильнее меня придет и выгонит меня. И это больше не мой дом, да? Это, я не знаю, как считается в Европе, или там какие-то законы есть, я не понимаю в них. Просто пришли, они сильные, они нас... Кого резали, кого избили, кого... Просто выгнали. И все. И где вот Россия? А где Америка? Где, не знаю, вот эти сильные страны, где у них там конвенции там всякие. Вот и их помощь нужна была. Нельзя было вот эта война, чтобы началась. Нельзя было, чтобы им оружие продавали вот эти, вот эти же страны там. Очень много стран им продавало, потому что вот война идет, все, им оружие надо продавать. Бизнес, чисто бизнес, как Израиль сказал. Ничего личного. Но Израилю нельзя было так его сказать. Потому что, потому что, когда фашисты евреев резали, они все это переживали, понимаешь? Им нельзя было просто вот именно так, чистым бизнесом заниматься. Мы не только с азербайджанцами воевали. Там была и турецкая армия, и из Сирии, короче, очень много боевиков покупали. Там они тоже у нас воевали против нас. И там генштаб, естественно, управляла Турцией. Много чего. Мы одновременно воевали, не знаю, с несколькими странами. А нас кто помогал? Кто? Одна, не знаю, одна страна хотя бы. Смог бы, скажем, время назад давать, я бы сделал то же самое. То же самое я бы сделал. И сейчас, если у меня будет возможность хотя бы 1% держать оружие, я в тот же час возьму оружие и, не дай бог, если будет война, обязательно. Каким-то образом. Мне не обязательно оружие там, чтобы помогать. Каким-то образом, если я смогу помогать, я буду там. Я не боевик, я не это там, да, чтобы это резать, убивать. Хотя, если надо, если нужно, для защиты моей страны, моих ребят обязательно я сделаю всё, что можно. Не, прогнозировать я не смогу. Был бы лучше в первую очередь, в первую очередь, не экономика, не здравоохранение, не... Ничего, кроме защиты, понимаешь? Защита. О защите нужно думать с утра до вечера. Каждый человек, каждый чиновник, каждый простой человек, каждый должен быть готовым к войне, чтобы не было войны. Чтобы не было войны, надо быть готовым. Когда ты не будешь готов, все, все, кому не лень, будут нападать на тебя. Готовиться, 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 я не знаю там, с утра до вечера, только об этом думать, только об этом и готовиться. Вот, чтобы я хотел, как я думаю просто, что надо для страны. А потом уже, когда уже будешь готовым, вот тогда уже можно задумывать и об экономике, и здравоохранении, и обо всём остальном. Но в первую очередь, безопасность. А если нету безопасности, я какой бизнес завтра, вот хочу бизнес для себя? Просто как... Если нету будущего, если я не знаю, что завтра будет война, у меня придут ко мне домой, у многих уже дома забрали. Какая экономика может быть, если нету защиты, если нету безопасности? Хочется правосудия за то, что всегда было, до сих пор было. За каждую жизнь, за каждую жизнь, за каждую жизнь. Не цифры. Десять тысяч, шесть тысяч за каждую жизнь. За каждую сломанную жизнь. Вот представляю, меня бы не стало там, вот как бы был бы в моей семье. Вот сейчас вот около десяти тысяч вот таких семей вот сейчас живут. Друзья есть у всех, да? Там есть и друзья, и родственники, и близкие люди, я не знаю, любимая девушка у кого-то, ещё там у кого-то дети, внуки, у кого, не знаю, вообще ещё жизнь не видел, восемнадцать лет всего. Вот это правосудие я хочу. Не смогу забыть. Просто забыть я не смогу. Никогда Турция резала сто лет назад армян. Не смогу забыть. Всегда будут ненавидеть, всегда, всю мою жизнь. И моих детей будут учить, чтобы они ненавидели их. Это очень плохо. Я знаю, я понимаю, что это очень плохо. Но я не могу забыть столько жизней просто, просто так. Я не могу их вместе с ними в соседстве очень хорошо, дружно жить. Не смогу просто никогда в жизни. При первой возможности буду делать для них, я не знаю, плохо. Не имеет значения. Всю жизнь я буду помнить. Всю жизнь. Нет. Их прощать никогда. Вот есть вещи, которые не прощают просто. Я не смогу. Может быть, очень многие уже там по-братски хотят вместе, по-соседски жить, бизнес делать. Вот как хорошо же там. В Турции дорога, я не знаю, через Азербайджан дорога, экономика у нас будет очень хорошей. Нет, я не представляю. Через Азербайджан я не поеду никогда в жизни. Через Турцию не поеду. В Турцию, в Азербайджан не поеду. Если поеду только с победой. По-другому никак. В гости никогда в жизни. Я не поеду. Для очень многих бизнесменов, может быть, это нормально. Там. Соседские страны. Турция очень дешево. Там и одежда, и это, и другое. Там. Может быть, с азербайджанцами сейчас фруктами будем торговать. Еще много чего там. У них есть там. Это хорошее. Нет. Для меня то, что азербайджанский, то, что турецкий. Это нельзя. Ни одежда, ни станки. Ничего в жизни. Тем более еда. По-другому я не смогу тебя. По-другому я не смогу тебя. По-другому я... не builds, не includes Taco. Не убегает. Э accечニfoxance. Это очень важно процессов. Тем более моем ощущение слов. Он руку машину. По-другому я не просто понял из-за и сensible его его улетучивания. Выкinks. Наверное. Понимаете за твой допустя? Продолжение следует...